В эфире Лидского телевидения информационная программа событий. В студии Екатерина Поварга. Здравствуйте. Сразу анонс главных тем выпуска. Спустя 75 лет Лида приняла участников международной эстафеты победы. На какие цели можно взять и кто имеет на это право? Семейным капиталом Беларуси сейчас можно воспользоваться досрочно. Гитарных струн переливы. В Лиде прошел первый открытый региональный конкурс исполнителей на классической гитаре «Гитарный Олимп-2020». Лидские пограничники приняли эстафету в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Она стартовала 5 февраля одновременно в российском Мурманске и Белорусском Бресте и пройдет вдоль внешних границ стран участниц СНГ. Два ее маршрута охватят 10 стран. В нашей республике эстафета победы проходит вдоль государственной границы по районным центрам приграничья. Принимали ее и в Лиде. Эстафету победы в Лиде принимали у кургана «Бессмертие». Это место, где проходит большинство мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Здесь уже не раз принимали и участников международной эстафеты победы. Среди них военнослужащие органов пограничной службы, представители ветеранских организаций и общественных объединений. Для пограничников это очень важное мероприятие принимать участие в международной эстафете, которая пройдет по внешним границам стран СНГ. Приказ о выдвижении нашей эстафетной группы поставил 5 февраля этого года председатель государственного пограничного комитета, где приказал выдвинуться по всем подразделениям органов пограничной службы. В наших планах проехать все подразделения, провести уроки мужества. На нашем пути уже было пройдено более 2000 километров. Мы проехали по Брестской пограничной группе, по земле Брестской пограничной группы, Гродинской пограничной группы, Пинского пограничного отряда. Эстафета сортовала еще и во второй точке, это с города Мурманской Российской Федерации. Завершится эстафета по территории Суббрики Велусь 18 февраля, где мы передадим свой символ эстафеты пограничникам России. Для нас это мероприятие еще и важно в том плане, что в далеком 41 году именно пограничники приняли первый бой. И не побоюсь этого слова сказать, что мы первые проводим такую международную акцию. В Лиду участники международной эстафеты Победы доставили ее символ из Воронова. Встречали их лидские пограничники, представители райисполкома, ветеранской организации и Белорусского республиканского союза молодежи, а также учащиеся военно-патриотического класса первой школы. Во время торжественного мероприятия не раз вспоминалось о боевых подвигах пограничников, принявших на себя первый удар врага в июне 41-го. Мероприятие, конечно же, важно, особенно в канун такого важного события, 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конечно же, не зря это будет напомнить еще раз, в том числе и населению города Лиды, что наш советский солдат простой, это был победитель. Победил то страшное тех людей, которые несли совсем не христианские и не человеческие ценности. Из Лиды участники международной эстафеты победы направились в Сморгонь, где передали ее символ представителям Сморгонской пограничной группы. По территории Белоруссии она будет проходить до 18 февраля, после чего ее передадут российским стражам границы. Завершится она в День пограничника, 28 мая в Москве, у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду. В пятницу, 14 февраля, в городе Березовке помощник президента Белоруссии, инспектор Погронинской области Иван Лавринович с 11 до 12 часов приведет прямую телефонную линию. Номер для обращений 801-54-64-84-00, а с 12 до 14 часов прием граждан по личным вопросам. Он состоится в здании Березовского горосполкома, расположенном по адресу улицы Корзюка, 7. Предварительная запись на прием будет осуществляться в среду, 12 февраля, с 14 до 17 часов и в четверг, 13 февраля, с 9 до 13 часов по телефону 801-54-53-40-30. С января 2015 года в Беларуси действует программа семейного капитала. Сразу она была рассчитана на 5 лет, а с января 2020 продлена до 31 декабря 2024. Кроме того, с этого года появилась возможность досрочного распоряжения им. На тему семейного капитала и условия его использования досрочно мой коллега Алексей Водейко пообщался с директором Лицкого районного территориального центра социального обслуживания населения Татьяной Петух. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Добрый день. Программа семейного капитала действует в нашей стране уже шестой год. О ней, я думаю, слышали все. Но все-таки давайте сегодня еще раз напомним, что это такое и при каких условиях начисляется семейный капитал. Семейный капитал – это мера, долгосрочная мера поддержки государством семей, воспитывающих детей. Семейный капитал назначается в безналичной форме, многодетной семье, при рождении, либо усыновлении удочерений третьего ребенка. Основные условия для назначения семейного капитала? Ну, я думаю, что основным является наличие трех и более детей с учетом рожденного до 18 лет. Вторым основным условием для назначения семейного капитала является наличие гражданства у матери, гражданства Республики Беларусь и постоянное проживание на территории Республики Беларусь. А если это не полная семья и единственным родителем в семье является отец, значит, это условие для отца наличия гражданства и постоянного проживания на территории Республики Беларусь. Ну, собственно, сам семейный капитал может оформляться как на маму, так и на папу? Он может оформляться на маму и на папу, но при разных обстоятельствах. Вообще у нас заявителем является мать в полной многодетной семье. Но если единственным родителем в семье является отец по различным каким-то условиям, то можно на отца. Но тогда мать все равно входит в состав семьи, если, предположим, это полная семья, и мама не имеет гражданства Республики Беларусь. Если не полная семья, тогда, естественно, только на отца. А где и как можно оформить семейный капитал? Назначение семейного капитала оформляется по месту регистрации, по месту жительства, по месту пребывания. Заявитель должен обратиться в исполнительный комитет, в службу «Одно окно», и там будет приниматься заявление и в последующем решение о назначении семейного капитала. В Лиде это советская 8, в здании Лидского районного исполнительного комитета, служба «Одно окно». И много ли лечан уже воспользовались этим правом? Правом на назначение семейного капитала за 5 лет воспользовались 1247 заявителей. До 2020 года сумма семейного капитала составляла 10 тысяч долларов США. Сейчас, насколько мне известно, она выплачивается только в отечественной валюте. Да, на сегодняшний день, с 1 января 2020 года семейный капитал назначается в белорусских рублях, и сумма составляет 22,5 тысяч, это, к слову сказать, даже немного больше, чем было до сих пор. И важно отметить, что ежегодно эта сумма будет пересматриваться в соответствии с темпом роста потребительских цен. Татьяна Геннадьевна, а на какие цели можно использовать семейный капитал? Ну, в настоящее время семейный капитал можно использовать на улучшение жилищных условий. Это на строительство, на реконструкцию, на покупку жилья многодетной семье, на погашение жилищных кредитов и процентов на них. Можно использовать на оплату услуг здравоохранения, услуг социальной защиты, социального обслуживания. Можно на получение образования высшего и образования в СУЗах наших, отечественных, государственных. Можно использовать на накопительную пенсию матери, если это полная семья, либо единственному родителю в неполной семье. В январе этого года появилась возможность досрочно воспользоваться семейным капиталом, но ведь такая возможность была и раньше? Да, предусмотрена была законодательством возможность использовать средства семейного капитала досрочно. Это было и ранее, в предыдущей программе пятилетней, но ограничены были направления использования. И это были только услуги медицинские для любого члена семьи, который на момент назначения был включен в состав семьи. И медицинские услуги – это нейрохирургия, кардиохирургия, онкология. Но, к счастью, надо сказать, что не было прецедентов на использование таких денег. Но на сейчас какие условия досрочного использования капитала? Ну, сейчас вот все те, практически все те направления, о которых я и говорила, на которые можно направить средства семейного капитала частично, либо в полном объеме – это на улучшение жилищных условий, то, что я называла, на получение образования и на получение услуг здравоохранения. Но сюда еще включены сегодня и стоматологические услуги. А кто имеет право досрочно воспользоваться семейным капиталом? Тут ограничения какие-нибудь есть? Любой член семьи, который входит в состав семьи на момент принятия решения о долгосрочном использовании семейного капитала, может воспользоваться средствами этого семейного капитала. Но здесь нужно сказать, ну вот есть такие нюансики, тонкие, тонкости. Ну вот, к примеру, на момент назначения семейного капитала в состав семьи не был включен отец. И при принятии решений о досрочном распоряжении семейного капитала он уже включен в состав семьи. Этот человек права не имеет. А если на момент принятия решения о назначении семейного капитала в семье было трое детей, а вот прошло время, пять лет, в семье появилось еще двое детей, эти вновь родившиеся или удочеренные, усыновленные дети, они приобретают право на использование средств семейного капитала. А если говорить о сумме семейного капитала, ее можно взять сразу всю или как-то частями? Ну, здесь нет ограничений. Можно брать ее полностью целиком, сразу использовать. Можно ее использовать частями, притом в разных даже направлениях. А вот если есть желание воспользоваться досрочно семейным капиталом, то куда нужно обращаться? Какие документы с собой иметь? Ну, здесь сказать сразу весь перечень документов, по-моему, это будет, ну, сегодня здесь нецелесообразно, потому что при каждом направлении использования, предположим, на медицинские услуги, это будут одни документы, на погашение кредита, это будут другие документы, единым для всех будет паспорт и выписка из решения о назначении семейного капитала. Вот, поэтому вот эти два документа точно. По перечню остальных документов, я думаю, можно подготовиться, прежде чем идти, позвонить по телефону 142, это телефон службы одного окна, либо к нам в территориальный центр 608879, позвонит специалист, разъяснит перечень документов, которые необходимы. Ну, и лично прийти в службу одно окно Лицкого районного исполнительного комитета, уже с перечнем готовых документов, либо получить там консультацию. А сколько времени может уйти с момента подачи заявления на досрочное право воспользоваться семейным капиталом? Ну, человек пришел, обратился с заявлением. У исполнительного комитета есть 30 дней для того, чтобы изучить все документы и принять решение о назначении семейного капитала. Получив выписку из решения, человек обращается в Беларусьбанк, и у Беларусьбанка, в свою очередь, есть 30 дней для того, чтобы перевести со счета человека-заявителя на счет, куда уже эти деньги будут направлены. Это еще 30 дней. То есть в сумме где-то 60, я думаю, что может быть 2,5 месяца, там уже будет срок примерно, да, от того, как быстро человек, получив решение, обратится в банк. Поэтому, ну вот, 2-2,5 месяца. Вы говорите о том, что средства будут перечислены, то есть о том, что на руки наличными получить речь не идет? Нет, нет, нет. Речь о том, чтобы получить на руки наличные деньги, конечно, не идет. Они будут перечисляться на счет физического или юридического лица по направлению уже выбранному заявителем. Ну, а кто-то и как-то отслеживает то, как были использованы эти средства? Ну, такого специального отслеживания нет, но Беларусьбанк направляет информацию о том, что со счета были переведены деньги, обязан направлять, в Лицкий районный исполнительный комитет, либо в исполнительный комитет по месту принятия этого решения о досрочном распоряжении. С согласия заявителя может быть передана информация о том, куда, в каком направлении были переданы деньги. Ну, вот такого отслеживания такого нет. Ну, а то в целом леча неактивно пользуются своим правом на досрочное получение семейного капитала? Пользуются. Вот уже в текущем году, когда появилась эта возможность и это право, более 100 заявлений было принято в одном окне для досрочного использования семейного капитала. Ну, могу сказать, что в основном это на улучшение жилищных условий, но уже есть и заявление, вот готовится решение для того, чтобы человек мог использовать средства семейного капитала на получение образования высшего. В государственных вузах и на стоматологические услуги есть два заявления. Программа семейного капитала предусматривает поддержку многодетных семей и, собственно, они вправе определять, когда и какую часть этих средств можно использовать. Кстати, семейный капитал бессрочный или при достижении ребенка, 18-летия, ребенка, который позволил право на семейный капитал, он должен быть сразу использован? Семейный капитал не бессрочен. Ну, мы знаем, что с учетом принятия решения о досрочном использовании средств семейного капитала, он может быть, естественно, полностью и до 18-летия использован. Но очень много семей у нас на сегодняшний день, которые пока не воспользовались и не планируют, и нецелесообразно им пока воспользоваться правом досрочного распоряжения. Поэтому для них сохраняется право воспользоваться семейным капиталом после 18-летия ребенка, как вы правильно сказали, в связи с рождением которого и семья получила право на семейный капитал. Значит, здесь есть такой нюанс. Если семья этим правом досрочного, частичного использования семейного капитала этих средств не воспользовалась за 18 лет, значит, после 18 лет, в течение 3-х лет, семья должна полностью, считаете, закрыть и средства использовать. Если частично уже брала деньги на какие-то нужды, то оставшуюся часть в течение 5 лет. А вот по истечению этих 3-х, соответственно, 5-летних периодов, если семья не воспользовалась правом, значит, эти средства направляются, возвращаются в республиканский бюджет, и семья теряет свое право. Спасибо, Татьяна Геннадьевна, за содержательные ответы на мои вопросы. Будем надеяться, что эта информация будет полезна нашим телезрителям. Да, будем надеяться, что она будет с пользой использована. Он еще только пятиклассник, но смог составить конкуренцию старшеклассникам. Лицкий гимназист Матвей Мальцев завоевал диплом третьей степени на областной олимпиаде по информатике. С юным дарованием встретилась наша коллега Ольга Борисевич. Матвей Мальцев – сенсация селетней областной олимпиады по информатице. Сирот 55-е и еудельников, а это были в учни с 8-го по 11-й класс, лицкий гимназист-пятиклассник показал 16-й выник и отримал диплом третьей ступени. Что в его возрасте – значное досягнение. Сам Матвей отзначает – такого не чекал, и был вельми рады, когда отримал с нагароду. На первом туре задания были сложные. Я уже думал, что проиграю, потому что набрал 96 баллов из 400. Но завтра уже знал, что 26 человек набрали вообще 0 баллов на первом туре. На втором туре уже было лучше – 177,25 баллов. Я была рада очень. Я не ожидала, что смогу занять диплом третьей ступени, потому что самый младший был участник. Матвей Мальцев – учень Игоря Васерина, наставника информатики с большим 30-ти годовым стажем. За свою педагогичную деятельность он подрыхтовал десятки переможцев и призеров областной республиканской олимпиад. Но Матвей – его самый юный, успеховый учень. Их тандем у некольких месяцев. До Игоря Васерина хлопчика привела наставница початковых классов Наталья Бабровская. И она зауважила у своего учня с дольности до информатики. Хлопчик показал выдатные выники на олимпиаде по гэтым предметам для молодших школьников. Игорь Миколаевич выросил попробовать позайматься с ним и не расчаровался у дитяти. Он хочет знать, ему интересно. Это раз. Второе – работоспособности, которые могут поделиться ребята, которые вместе с ним начинали. В общем-то, ну и где-то одни приходят, проработав там час или два, все, и больше они к предмету не подходят. Выигрывать с олимпиады, так готовясь просто невозможно. Он работает, он аккуратненько работает, работает дома. Потому что одно дело планирую я, когда я прихожу и начинаю, бывает такое, про что-то ему начинаю объяснять. Он говорит, а я это пришел, я это знаю. Вот тут я уже начинаю быстренько-быстренько рыться в своих запасниках, чтобы чем-то прогрузить или чем-то интересным таким озадачить. То есть он работает. Все лето в областной олимпиаде по информации приняли удел 12 литских школьников. В сиротах был и пятиклассник гимназии Матьвей Мальцев, который на районной олимпиаде по гэтым предмете завоевал диплом другой ступени. Отправляючи своего маленького выхованца в Гродно, Игорь Васерин настроил хлопчика ничего и никого не бояться. Для педагога головным было, как Матьвей отшел олимпиадную атмосферу, а той поехал и привез диплом третьей ступени. Старшеклассники, они, как говорят, могут поставить себе цель, аккуратно к этой цели идти. А он, может, для него это игра, может, ему просто интересно, может, это какое-то его будущее. По крайней мере, ему пока интересно, ему становится интересно, я так думаю, уже побеждать, потому что, наверное, страх про то, что рядом большие и взрослые дяди проходят. О чем мы говорили, ты не бойся их, они большие, это их, может, достоинство, может, недостаток. Ты приходи и делай свое дело, а дальше будет, что будет. Он спокойно делает дело. Конечно, удивил хорошо. Рассказываючи про олимпиаду, Матьвей каже, что боялся туда ехать, потому что там были старейшие дети. А еще по детям щиро признается, там такой гучный звонок, что, когда он зазвенел, я сполохался. Говорячи про подрыхтовку, хлопчик отзначает, что шмат часу займается самостоинно. А лишь без допомоги наставника было бы складано добиться поспеху. Решаем задачи. Игорь Николаевич мне помогает алгоритм, некоторые, которые я не знаю. Мне в большинстве задач сейчас не хватает математики. Матьвею не хотела некольки баллов, чтобы вести в сборную Гродинской области принять удел у Республиканской олимпиады. Однако ни он, ни его наставник не засмутилися. И они протягивают працу. Игорь Васерин споделится, что этот его учень еще не раз заявит про себя, отримая ни одну знагороду по информатице. Матьвей же займается любимой справой и мажет в будущем стать программистом и распроцовать программу. Список мероприятий, проводимых в Лиде как в культурной столице Беларуси, пополняется. В воскресенье в детской музыкальной школе искусств прошел первый открытый региональный конкурс исполнителей на классической гитаре «Гитарный олимп-2020». Он собрал юных музыкантов из разных районов Гродинской области и Минска. Покорить гитарный олимп – дело непростое, утверждают участники первого открытого регионального конкурса исполнителей на классической гитаре. Во-первых, высокая конкуренция, более 40 участников. Во-вторых, у всех подготовлены специальные программы, которые, конечно же, не оставляли равнодушными жюри. Кто-то исполнял классические композиции, кто-то народные, а кто-то современные. Мне нравится, как звучит гитара, так и звучат струны. Всего их шесть струн и каждое свое звучание. Ну, в общем, гитара – это прекрасный инструмент, который привлекает всех. Я выступаю в ансамбле, и мы подобрали композицию «Рассказ Грейс» Лангера и «Маленький принц Ветушко». Среди участников первого открытого регионального конкурса исполнителей на классической гитаре было 15 личан. Это учащиеся музыкального колледжа, детской школы искусств и детской музыкальной школы искусств. Александр Федош уже третий год занимается в музыкальной школе. Научиться играть на гитаре он хотел с малых лет. Когда по телевизору шли фильмы, где герои играли на этом инструменте, мальчик не отрывал глаз. Осуществить мечту помогла музыкальная школа. Это очень красивый инструмент. У него очень хороший звук. Звучание просто идеальное. Он мне нравится, потому что он во всех фильмах, ну, практически во всех фильмах присутствует. Я тренировался, наверное, до Нового года, потом еще много тренировался, потому что еще на каникулах тренировался, потому что у меня там очень сложные места, и мне их надо наизусть играть. Александр Федош стал лауреатом третьей степени гитарного Олимпа. Всего же летчане завоевали 15 его наград. У учащихся музыкального колледжа две, у ребят из детской школы искусств пять, а у юных гитаристов из музыкальной школы искусств восемь. Радует уровень и то, что они играют, и чувствуется школа Лицкая. Вообще школа Лицкая не просто музыкальная школа, конкретно это здание, а школа игры на гитаре. Она очень довольно на высоком уровне. Тут работают прекрасные преподаватели, учителя, которые отдают, как говорится, весь свой опыт, знания и вкладывают в учение душу и сердце, как говорится. Так что очень мне нравится Лицкая школа гитарная. И очень хорошо, что вот это первый гитарный конкурс, который как бы только гитарный. И раньше вот и идут эти конкурсы, например, Лицкий венок или Горского, там участвуют все инструменты. А тут вот чисто гитарная, где можно все услышать и увидеть, все тонкости именно игры на этом инструменте. Нынешний гитарный Олимп был дебютным, но и его организаторы и члены жюри уверены, что у этого конкурса есть будущее. Потому что талантливых детей очень много, и данный творческий форум – отличная площадка для выступления. Лицкое телевидение готово помочь поздравить ваших мужчин с Днем Защитника Отечества. Специально к 23 февраля мы организовали акцию, которая предоставляет 50% скидку на музыкальное поздравление в программе «Ваши поздравления». Оформить заявку можно до 15 часов 21 февраля в нашем рекламном отделе, расположенном в здании гостиницы «Лида» по адресу улица Грюндвальская, 1, офис номер 5 и по телефону 0154-620062, а также на сайте tvdf.lyda.by до 20 февраля. Сделайте подарок своим защитникам и создайте им праздничное настроение вместе с Лицким телевидением. Встретимся в эфире завтра. Субтитры подогнал «Симон»